Сухой корм для кошек. Рейтинг лучших по мнению ветеринаров. Производители предлагают богатый ассортимент готовых кормов для кошек, которые пользуются большим спросом. Сделать выбор бывает очень сложно. Для того, чтобы животное получало все необходимые вещества и компоненты, хозяин должен знать особенности кормления. Плюсы и минусы. Сегодня все чаще владельцы отдают предпочтение сухому варианту. Несмотря на многочисленные домыслы, такое питание обладает следующими преимуществами. Экономит деньги и время. С таким вариантом, кормление можно не соблюдать режим питания. Сухое питание правильно сбалансировано. Сухая разновидность питания для кошек. Несмотря на то, что такой вид обладает массой достоинств, есть у него и недостатки. Самым существенным считается незначительное содержание влаги. Именно эта особенность может привести к серьезным последствиям для здоровья питомца. Еще одним недостатком является тот факт, что сухой корм негативно сказывается на состоянии кошачьих зубов. Объясняется это тем, что во время его поглощения на зубы оказывается серьезная нагрузка. Обратите внимание. В сухих кормах плохого качества содержится много углеводов, которые приводят к образованию зубного камня и налета. Высокое содержание углеводов в сухом кошачьем питании может вызвать у животного скачок сахара в крови, что в итоге спровоцирует развитие сахарного диабета. Еще одним недостатком сухих кормов является то, что кошки к ним привыкают и потом не хотят есть ничего другого. Но это актуально лишь для дешевых вариантов. Что касается качественных сухих вариантов, то привыкания они не вызывают, так как при их изготовлении производители не используют специальных дайджестов, которые обладают для животных привлекательным ароматом. Поэтому вариантов и версий огромное количество. Сухой корм для кошек, виды. Сейчас на прилавках магазинов представлен огромный ассортимент кормов для животных. Однако выбрать качественный и действительно полезный порой бывает очень трудно. На какие критерии стоит обратить внимание будет описано дальше. Роэлл Кэннин для кошек. Для разного возраста. Кормление для домашних питомцев должно подбираться в зависимости от их пола и возраста. Существует корма для котят, молодых, взрослых и пожилых кошек, а также для кастрированных котов и стерилизованных кошек. Сухой корм для котят отличается большой энергетической ценностью и размером гранул. В кормах, предназначенных для молодых кошек, преобладает белок, антитела, витамины и омега-3 жирные кислоты. Для взрослых кошек корма насыщаются специальными компонентами, предотвращающими образование зубного камня, а также поддерживающими здоровье мочеводелительной системы. Важно, для пожилых кошек производители выпускают специальные корма, которые направлены на сохранение основных функций организма. Для разного состояния организма, так как все кошки отличаются особенностями здоровья, этот фактор также следует учитывать при выборе корма. Производители уже позаботились об этом и облегчили людям работу по составлению подходящего рациона, им остается только выбрать один. Из представленных вариантов. Для питомцев, которые нуждаются в контроле веса, и для тех, которые ведут малоподвижный образ жизни, лучше всего приобретать облегченный корм. Другие варианты. Для ежедневного питания следует отдавать повседневному корму. Для питомцев, которым нужна по ветеринарным рекомендациям коррекция питания, лучше всего подойдет лечебный корм. Для беременных кошек, также создан специальный вариант, который питает организм в зависимости от потребностей. Для кормящих, чтобы обеспечить им оптимальный рацион, который способен восполнить потерю жизненно важных элементов, выбирать следует специальный корм. Помимо всего прочего, производители выпускают корм, специально предназначенный для стерилизованных и кастрированных животных. Он поддерживает функции мочеводелительной системы и способствует правильному сохранению веса. Корм для кошек один стрит-чойс. Для разных пород. Сегодня производители предлагают варианты питания, специально предназначенные для кошек определенных пород. Самой распространенной компанией, выпускающей такие продукты, является Royal Canin. Важно! В специализированной линейке представлены варианты как сухие, так и мягкие для сфинкса, мейн-куна, британской короткошерстой, персидской, сибирской, сиамской и других пород. Специализированные. Для особенных питомцев производители создали специальный сухой корм для кошек. Продукция подразделяется на следующие разновидности. Для длинношерстных кошек, привередливых к аромату и составу продукта. Животных, с нормальной активностью, живущих в помещении, склонных к перееданию. Для профилактики образования волосяных комков ЖКТ. Для профилактики. Образования зубного налета и камня. Состав в зависимости от класса. Производители занимаются выпуском кормов для котов четвертых классов. Основным их отличием является состав и, разумеется, цена. Эконом-класс. Вариант эконом-класса состоит из мяса не более чем на 5%, из мясных субпродуктов от 55% до 60%, из злаков на 25-30%. А также жиров, овощей, молочных продуктов, антиоксидантов, минеральных веществ, целлюлозы, таурина, рыбьего жира и набора витаминов. Ориджен для кошек. Премиум-класс. Отличается улучшенной рецептурой и отличным сочетанием цены и качества. Состав таких кормов состоит из мяса на 15-20%, мясных субпродуктов которых содержится не более 40-55% животных и растительных. Жиров, целлюлозы, а также корней растений, масла, соя и растительной клетчатки. Супер-премиум-класс. Состав такого сухого кошачьего корма состоит на 43% из мяса, не более чем на 23% из злаков. Кроме этого в составе содержатся овощи, фрукты, жиры животных, пивные дрожжи, целлюлоза, свекольные мякоти, мясные субпродукты. Важно, варианты супер-премиум-класса отличаются высоким качеством и отсутствием каких-либо химических компонентов. Важно, варианты супер-премиум-класса отличаются высоким качеством и отсутствием каких-либо химических компонентов. Холистик-класс. В выставочных и дорогостоящих породистых кошек хозяева предпочитают кормить только холистиками. Такие варианты производятся исключительно по современным технологиям, с использованием компонентов только высокого качества. В составе корма холистик содержится от 50 до 60% мяса, около 25% лосося, а также дополнительные ингредиенты, такие как овощи, фрукты, жиры и разные полезные добавки. Рейтинг. Какой корм лучше для кошек сказать однозначно невозможно. В каждом отдельном случае выбор должен быть обоснован определенными нюансами. Самыми востребованными считаются следующие корма, в порядке убывания по степени популярности. Роэл Кэйнин. Один Стрит Чойс. Ориджин. Блит. Доктор. Алдерс. Монами. Доктор. Клодерс. Перфект Фит. Хэппи Кэт. Гоу. Хиллс. Нейчерал Энд Эмп. Делишес. Санабелэ. Нейчерал Чойс. Акана. Иннова Кэт Энд Китон. Дарлинг. Вискос Спешл. Габи. Пронейчер. Холистик. Флотазер. Китекат. Матис. Лара. Профине Адалт Кэт. Базита. Фрайс Кайс. Йоканаба. Матис для кошек. Рейтинг кормов составлен с учетом отзывов владельцев домашних животных и мнения экспертов. Какой корм лучше сухой, влажный или натуральный? Выбирая лучший корм для кошек, часто владельцы домашних животных сталкиваются с проблемами. Сделать правильный выбор между сухим и консервированным рационом бывает очень трудно. В этом поможет рейтинг кормов для кошек, в котором не только указаны названия пород и фирм по производству питания, но и список самых лучших вариантов для питания домашних животных. Как показывает практика, польза питания зависит в первую очередь от состава и качества продукта. Обратите внимание, лучший корм для кошек, по мнению ветеринаров, это тот, который обеспечивает поступление в организм животного всех необходимых компонентов. При составлении рейтинга кошачьих кормов сказать однозначно, какой вариант будет самым качественным и безопасным для животного, невозможно. Порой выбрать корм для животных владельцу очень трудно. В таком случае обязательно нужно учитывать все нюансы и особенности животного, а также его возраст. Если сравнивать рационы по стоимости, то влажные корма обойдутся дороже. При этом приобретать недорогой вариант не стоит, так как такое кормление может обернуться только появлением проблем. Любители кошек часто сталкиваются с проблемой выбора рациона. Некоторые владельцы предпочитают покупать своим питомцам недорогой вариант. Но ждать от него полезных свойств и воздействий на организм не стоит. Специалистами была проведена независимая экспертиза, в результате которой удалось выяснить, что рационы, отличающиеся высокой стоимостью, приобретать даже выгоднее, чем те стоимость которых находится в низком или среднем сегменте. Раскачество рекомендует отдавать предпочтение только проверенным производителям, таким как PronoTarl Holistic Royal Canin Proplan. В конечном итоге, чем и как кормить своего четвероногого питомца, каждому решать самостоятельно.